Включал обогреватель, он проверяет на алкоголь, вот они у нас тут, это называется типа хаишники, вот видите. Народ привет, мы в детском парке сегодня, идем по делам здесь, ну я про другое хотел сказать, он конечно, это пляж, пляж городской такой сделали, видите, куча зонтиков, куча всякого такого, так как сейчас похолодало, особо. Покажи, как похолодало, да, смотрите на нас, вот, тепленький кофточка, да, идем, ну одним словом, идем, все это хочет тут кофточку свою поснимать, а мы, кстати, да, а я говорю, расскажу кое-что интересное, смотрите, этот пляж уже будет заканчиваться, это до конца недели и все, но факт не в том, тут при въезде всегда есть проверки, меня уже два раза, мы ездим за эти два дня, меня уже два раза тут проверяли. Сначала тут куча сегуридат, как у нас называется, то есть охранников, они не полиция, они охранники, потом есть отдельно полиция и потом есть отдельно типа гаишная полиция, скажем так, транзита, полиция до транзита. В общем, охранники пытаются проверять багажники в машинах, если хотите знать, это в принципе нелегально, ну то есть, если вы соглашаетесь, то да, но вы можете спорить, если что-то не так, и они вас не имеют права проверять. Ну это бог с ним, как правило, люди соглашаются. Вот, к примеру, два в зеленых, это сидят такие охранники, а там дальше машина полиция, яка проверяю на алкоголь, там и документы. Вот сегодня меня тоже проверяли вон там при въезде, уже второй раз, я уже с ними шучу. Значит, в чем прикол? Когда вам предлагают проверить просто документы, просто документы, это одно, типа страховка, права и документы на машину. Так, мы сюда, блин, западем. Да. Вот. Когда вам предлагают еще, к примеру, подуть в трубочку, чтобы это самое, алкоголь, это тоже нормально считается. Да, ну как, если вам начинает рассказывать, что вы должны показать еще, что машина прошла техосмотр, показывайте на стекло, где у вас прикреплено, есть такая табличка. А если говорят, что еще бумажку вы должны показать за техосмотр, это в принципе тоже уже получается немного неправильно. Соответственно, вы можете это оспорить, сказать, у меня прикреплен со штрих-код на стекло. А если бывает такое, что некоторые роды вас пытаются развести, говорят, покажи, что ты платишь страховку, типа чеки, последние оплаты, 1-2, такое некоторые делают. Так вот я сегодня сразу заявил, говорю, только не спрашивайте у меня, плачу ли я страховку, поэтому контракт, ну, привода, это не имеете права. И вот такой стоит, говорит девушкам, другим своим сотрудницам, говорит, ой, этот говорит, знает законы, блин, типа, что мы не имеем права у него оплату требовать. Так что я в смысле, что такие разводы вас могут делать разные. Ладно, оставим Свету здесь, пойдем посмотрим, что рыбаки делают. Не, оставим Свету здесь, не, поставь мне все. Да, оставим Свету здесь, будешь свои корточки снимать. Ты хорошо выглядишь. Ну, подожди, Леонид. Ну, я жду, я что? Я пошлю ближе, значит, я хочу, чтобы ты меня снял ближе, не надо мне отходить. Вот еще моя, это я связала, меня на канале Сильвана Тим на испанском языке. Вот, пожалуйста. О, сейчас рохнешься через сумку, будет блюм. Вот мастер-классы таких классных этих. Пока мы тут трудимся со Светой, снимает Света себя, пытается найти это. Уже подбежали охранники, подбежала девушка, которая начали спрашивать, что у нас за каналы, зачем мы снимаем, то ли это для телевидения, то ли для чего. Тут, в общем, позавчера у меня здесь был с ними скандал. Они начали мне доказывать, что я не имею права снимать здесь рыбалку. Ну, в конечном итоге в скандале я победил, хотя нервы потрепали. Начали вызывать там каких-то представителей городского правительства, там сказали, что он тут есть, там, Депренса. Потом это, что сейчас полиция придет, что то, что все, аппарат, там, в общем, долго и нудно говорили. Я их снимал в это время, говорю, давайте, давайте. Чем больше скандала, тем больше просмотров будет. В конечном итоге потом через полчасика подошел тот с рацией, который прицепился и сказал, что у вас уже есть разрешение, типа, здесь снимать. Типа, вам уже дали, не будут подходить, разбираться, а мне сказали передать, что вам разрешено здесь снимать. Ну, и вот сейчас тоже уже через пять минут подбежали и начали спрашивать, что мы снова снимаем. Сказали, кстати, что здесь где-то еще со штатов их кто-то снимает и русские какие-то еще здесь снимают, сказали. Так что такие вот дела. Тут все строго схвачено, видите, вон там, вон машина полицейская проверяет эти самые проезжающих на Алколь. Тут этот самый бегает, он сейчас будут, наверное, проверять синюю машину. Смотрите, меня так уже проверяли при въезде. Вот, остановишься и давайте документы, то все. Ну, я уже рассказывал. Надо внимательно знать, какие документы имеют право полиции просить, какие не имеют право. Имеет ли право она заглядывать в ваши багажники или нет. Все это, все зависит от каждой ситуации. Все по-разному. Так что, ребятки, здесь все так. Пока. Я жду пока Света снимет свои кофточки. И пройдемся еще посмотрим, что делает рыбачки сегодня здесь. Вот как меняется погода. Вот так, что ехали в свитерах. И, в принципе, я даже радовался, что свитер одел. И буквально уже все поменялся ветер. Часик, да? Да, час прошел. И уже включил кондиционер. Вчера, вчера в машине я ездил, я включал обогреватель. Помните, проверяй на алкоголь? На алкоголь. Вот они у нас тут. Это называется типа хаишники, вот видите? Вот в такой униформе. Так, заедем в магазин, да, еще? Ну, овощи посмотрим и молоко мне надо. Уже парк этот заканчивается. В смысле не парк заканчивается, парк останется. А заканчивается вот в конце этой недели, что будет, закончится здесь уже пляж городской. Уберут все вот это оборудование. Слушай, и полицейский, и что вы снимаете? Зачем вы снимаете? Да, тут просто вот, как посмотрели, вот на наши съемки мы только пришли, прибежала сразу типа, которая этим занимается. А потом еще стояли человек шесть, по три с каждой стороны на этот самый, на нас. Зырю здесь, как будто, ну не знаю, как будто мы банк собираемся брать, а они съемки делаем. То есть, я говорю, за нами, кажется, смотрят, как за этими, как за бандой какой-то. А я свитерочек снимала мой, да? Ну, прикалывались, ну да. Ну ничего, через недельку тут уже все будет, обычный парк, как-то до следующего пляжа. Ну, лето еще вернется. Сегодня уже буквально возвращается. По-моему, через пару дней уже будет снова около 30, да? Да. Так что, снова перейдем на шорт, и а то я вот уже два дня, как в этом, как в кроссовках и спортивных брюках. Перейдем на шорт и живет по цехе. Я тоже в горячках. Мы уже разделились уже. Да, да, заедем сейчас. Слушай, эта погода была для того, чтобы я сняла свои свитерочки. Если кто не знает, то я снимаю мастер-классы на испанском. На русском редко снимаю, у меня тоже есть канал. Но на испанском там, если у меня получится, субтитры тоже поставлю. Так что, заходите, канал Сильвана Атима. Это я прорекламировала Сильване бесплатно. Так и бить. А что, вдруг люди не знают, чем я занимаюсь? Ладно, едем, короче, мы тут три минуты на магазин. Ой, смотри, этот мопед, муравей. Как у нас дома раньше ездили такие мотороллер, муравей назывался, вот это вот, на котором катается. Здесь он, наверное, как-то по-другому называется. О, синий. Рысь. Продолжение следует... Продолжение следует... Поставил эту фишку посреди дороги, ни указателя, что там что-то поломано или что ехать нельзя и сам со свистком стоит. Ну и все, посмотрел, ну стоит-то и стоит. Мало ли тут как бы этот самый сверчок, агроном, так что кто захотел фишку на дороге поставил, ну это же такое дело. Кто-то пришел, снял. Некоторые приходят, типа под домом, под своим нашли, атакую вот чурку какую-то или ящик поставили, чтобы никто не становился. Потом приехал, ящик свой убрал, сам встал, стоит. Все смотрят, ну раз, занято, значит как бы занято. То есть, ну что-то таких людей, которые любят, ну как бы, для себя что-то застолбить за дна просто. Все, мы уже сейчас будем около магазинчика. Это Весенто и Лопес, да? Да, Весенто и Лопес. Ну, нам тут просто с парком, совсем рядом до этого магазина. И что еще хорошо, что в этом магазине большущая стоянка. И подземная, кстати, тоже большущая есть. Если вдруг дождь, и вы не хотите с продуктами таскаться, ну как бы, под дождем до машины, то можете сразу заезжать, ну как бы, подземную стоянку, тоже она очень большая. И тогда можно корыто свое опустить. Как называет, как корыто, это с продуктами можно лифтам. Тележка. Да, вот, тележка. Да, 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 ну, тележка, точно. Что тут написано, карта трассера? Четвертинка. Попы. Замороженной курицы 300. Сколько там было? Я не знаю. Ну, по-моему, тут, по-моему, два часа можно бесплатно. Ну вот, набираешь этот чек. Если вдруг больше двух часов, ну-то там есть, где, ну, чтобы оплатить. Покажи, как аргентинцы все время. А, мы когда приехали, откроет, закроет машину, встанет, зайдет в магазин, уже в магазине с ротовыми. У них с детства такое, дело в том, что здесь, сейчас все пользуются вот этой карточкой Субе, да? Ну да, а раньше... А раньше были билетики такие. В автобусе. Ты заходишь, да, бросаешь денежку, копеечки, короче. Берет билеты и идет в зубах с ним. Это постоянно. Мы когда только приехали, ну, процентов, ну, скажем так, чтобы не врать, процентов 5-10 людей вот так вот брали вот эту вот бумажку с зубами и с ней сидели в автобусе, ходили пока, да? Это просто... И здесь тоже мы замечаем иногда, некоторые люди так делают. Это просто привычка. Вот они так привыкли, вот они так и делают. Да, и что самое смешное, что уже даже машину поставят и уже, ну, как бы этот самый, выйдет с машины и идет уже в супермаркет, а у всех в зубах еще тут бумажку. Да, как интересно. В зубы и вперед. Это прямо вот ориентийский фокус. Сейчас немножко скупились, что мне понравилось, это просто гранаты я люблю и были такие органичные гранаты, как бы органика называется. Ну, видно, что не сильно такие, знаете, как бы большие, небольшие, но по 352 килограмма это мне понравилось, потому что яблоки и то по 500. То есть даже дешевле. Кстати, я слышала как-то видео, люди рассказывали, надо скупаться в овощных магазинах, в лавках, дешевле. Смотрите, яблоки в наших овощных в округе 1000 песо и больше, здесь 500, так что, не знаю. В колуне по 100, да? Арбуз. Арбуз. А в овощном 250. Вот мы взяли целый арбуз, к примеру. 100 за килограмм. Ну, гранаты дешевле яблок. Вы вообще не найдешь овощного по 350. Ну, где-то и есть. Вот лежат, я думаю, как тебе взял. Вот такие, ой. Глянь, я 2 культа себе взял. Ну, да. Перцы, кстати, болгарские тоже по 300 с чем-то за килограмм. Вот взяли. Мы пользуемся такими липучками. Там одна липучка, если идешь в киоск покупать, 500 песо. А тут 10 штук 500 песо. Так что выгодно ходить в супермаркет. А, воду еще взяли газированную. Вот такую. Мы такую не очень любим с этими. А другой нету. А другой нету. Сейчас же у нас лето, жара. Оля. Оля. Так, чек получился на 11600. Плюс какие-то скидки здесь 300 песо. В общем, это на сегодняшний день 30 долларов. Приблизительно так. Вот что мы купили на 30 долларов. Я считаю, неплохо. Воду показали уже. Здесь я взяла тесто для вот такого пирога. Здесь две круглых кусочка теста уже раскатаны. И все, я буду делать две тарты из этого можно сделать. Или одну закрытую. Вот такой пирог. Так, ну я буду снимать, а ты будешь складывать. Да, ну я начну с овощей. Давай. Вот так встану по машине. Кабачки. Кабачки. Я помню 200 за килограмм. Гранаты, которые я сказал. Гранаты. Еще гранаты. Они, кстати, сейчас, кстати, только сезон начинается, да? Посмотрим. Надеемся, они хорошие будут. Ну, они не такие большие, как вот продают там в общем. Но зато дешевые, скажем так. И яблоки пока в эту тунку. Да, хватит. Это яблоки в два раза дешевле, чем вошли. Ну да, я уже говорила. Овощном вчера спросили 1200. Те же яблоки. Такие же. Сейчас сезон как бы начался уже. Зеленых еще яблок нет, а уже такие есть. Наверное, они себе ездят тоже. Так вот в Каррепур покупают. Так, ну арбуз, наверное, теперь, чтоб так он. Нет, давай пока это, а потом арбуз. Ладно, тогда вот это, как называется, штука? Тыква. Тыква. Вот этот корешки. Какие корешки? Вот это батат. Батат я буду запекать. Карп хорошо клюет на вот это дело. Батат, да. У меня есть один не очень. Я хотела запечь, если тебе надо. Лук. Не, сейчас не надо. Мы, конечно, едем во вторник, если ничего не изменится на рыбалку. Персики. Персички. Кстати, уже скоро заканчивается сезон. Теперь мы положим, нет, помидоры не такие положим сюда. Помидоры в этом году вообще никакие. Ну, чё. Перита я взяла, пускай созреет еще немножко дома. И... Болгарские перцы. Там еще где-то перцы были. Еще нет? Перцы дешевые, да, по 300 с чем-то песок. А, вот бурячок на борщик. Свекла. Кстати, капусты не было. Так что не знаю. Еще перцы. Хватит. Сумка разорвется. Арбузик еще взяла целенький. Ник не ест арбуз. Леня не ест. Это только я, Арбуза. Так, давай я сюда молочную кидаю. Да. Сторон, Ленин. Туда же ты. Осторожно. Это же тесто. Ты сейчас его порвешь просто. Ладно. Тут похлак. Надо в трубочку аккуратно скрутить. Так, молоко я взяла. Смотри. Три процента я взяла. Я буду творог делать. Четыре литра. На четыре литра я делаю сейчас. Наташа, спасибо. Привет. Она мне научила делать творог. Да. Если берете ноль процентов, это называется вода с запахом молока. Да ладно. Еще одна заботь отвороги. Но оно зато вкусное получается. И два молока два процента взяли. Это мы с Николасом кофе пьем или маленькой кашу сварить. Так, ты не спеши. Теперь. Я не спешу. Вот. Молоко все там? Молоко, да. Теперь вот такой сыровки. Подожди, дай. Так, вода грас. Кстати, сыр тоже очень подорожал. Но за килограмм 1800 получается. И следующий. Вот такой. А это кесосардо. Он очень соленый. Мы его трем на терочку. В морозилочку. И по чуть-чуть, куда нам надо тертый сыр, мы его, так сказать, берем. Дальше еще. Вот это и все. Из молочки. Так, вот это кому интересные йогурты, которые без сахара. Типа, в общем, без сахара йогурт. Можно заправлять салат. Можно с ягодками, с творожком. Вот он совсем без сахара, без всяких добавок. Мы берем такой тоже. Он хороший. Была скидка. И сейчас, Лень, знаешь что? Подержи камеру, я аккуратно покажу тебе и людям, как нужно закрутить вот эту шкуку аккуратно. Вот так. Для того, чтобы это тесто не сломалось. И положите вот тут. Самый маленький выбирали. Да. Выбери мне самый-самый маленький. Это кто? Чё, самский каун. Девочка или мальчик? Откуда я знаю. А там как-то их по пипочкам этим различают. Ну, пускай зрители напишут, что это. Ну, ты же не показал, как они различат. Различат. Там две пипочки. А? Да. Что ещё? Морковка. Колка. Да, морковка. Ну и осельга. И осельга. Это на тарту. Всё. А эти? Липучки. Липучки клеят. Мы пользуемся такими липучками. Мы их называем липучки. Синда адесива. И, короче, кокита, которую мы сюда пьём машине. Кокина отдельно. Кокина. Без кокина мы не ездим. С магазина. У нас это традиция, да? Какая у вас традиция? Купить коку 500 миллилитров. Вот такая нам нравится. Сина сукарис. А? Да. Реклама кокина. Всё, погнали домой. Бой.